Всем привет! Появилось у меня пару свободных дней и решил продолжить работу со своим двигателем. Это вторая часть. В первой части в основном теория и я начал делать ротор. Теперь пора его закончить. Для этого нужно приклеить магниты на ротор, само собой с чередованием полярности. Магниты обезжирены и помечены. Чтобы были одинаковые промежутки между магнитами, напечатал три кольца. Два крайних поуже и одно широкое в середину. Приклеил на эпоксидный клей. Получилось довольно ровно. Магниты помечены просто плюс и минус. Теперь займемся статором. Есть вот такая деталь и пока не очень понятно где тут статор. Но все меняется, если понимать, что это просто часть опалуб. А вот вторая часть. Представьте, что в промежутке зальется смесь из эпоксидки и порошка железа. И третья деталь это крышка. Она спозиционирует вверх детали. Причем крышка сначала надевается на внутреннюю деталь. Для этого внутренняя трубка сделана длиннее, а потом на внешнюю. Расстояние между противоположными зубами статора будет 29,5 мм. Хотя диаметр ротора 30 мм и 3 десятки. Это сделано для того, чтобы лишнее сточить при токарной обработке. Длина 75 мм. Длина ротора по магнитам 58 мм. Это тоже запас на обработку плюс усадку смеси. Хотя эпоксидка плохо клеится к пластику, но из-за слоев печати выковыривать пластик между зубов статора будет плохо. Я решил смазать опалубку парафином, ну или стеарином. Не знаю, с чего конкретно эта свечка. Если просто макать, то получается слишком толстый слой. Конечно, есть специальные разделительные составы, типа воска растворенного в растворителе. Когда растворитель испаряется, то остается тонкий слой воска. Но я решил, что и так достаточно. Буду мазать кисточкой. Кисточкой вообще получается неравномерный слой. И в итоге феном прошел. Большая часть расплавилась и стекла обратно в банку. Но тонкий слой остался. На видео не особо видно, но деталь немного блестит из-за тонкого слоя разделителя. Можно замешивать смесь. Сначала заливаем саму смолу. Потом отвердитель 1,10. Правда, меня смутило, что отвердитель какой-то непонятный, густой. Обычно смола густая, а отвердитель жидкий. При смешивании получается более жидкая смесь, чем сама смола. Дальше нужно очень тщательно перемешать. Я еще оставляю на пару минут, а потом еще раз перемешиваю. И обязательно перелив в другую тару, так как на стенках остается неперемешанная смола. И еще раз перемешать. Правда, я здесь не перемешивал, так как буду перемешивать все с железом. В порошок железа добавляю небольшими порциями с перемешиванием. Чем больше порошка, тем гуще. В этой смеси 25% эпоксидки, вполне себе жидкая. А в этой 20% уже не течет. Решил сначала заполнить пазы, а потом уже залить остальное. Первый замес охватило всего на 5 зубов. Второй замес сделал побольше и пожиже. Лишняя смола начала проступать через пластик. Эпоксидка быстрее твердеет при повышенной температуре. Стол 3D принтера в помощь. Только тряпкой накрыть. Много не ставил, 40 градусов. На следующее утро пробую, что получилось. Магниты вроде приклеились. Изолента я обмотал, чтобы не чистить посадочное место подшипника от потекшей смолы. Пластик верхней крышки легко отделился, хотя там парафина не было. И тут меня ждало разочарование. Смесь вроде застыла, а вроде и нет. Вот это все было срезано ножом, а такого быть не должно. Я уже не первый раз делал такую смесь. Первые 5 зубов вообще можно ногтем выковырить. А остальное гнется как резина и можно отверткой ковырять. Не зря меня смутил отвердитель. Как говорится, все фигня, давай по новой. В этот раз решил разделить статор на две части. Так более технологично. Легче обрабатывать и из таких кусточков можно набирать статор любой длины. На этот раз взял проверенную смолу и отвердитель. Просто она у меня долго лежала и кристаллизовалась. Лень было греть, чтобы опять жидкое стало. Вот и взял в хозяйственном 100 граммовый фанфурик смолы. Хотя до этого покупал такую же и она была нормальная. Но тут совсем другое дело. Вечером залил, утром уже отверткой почти не царапается. И еще будет набирать прочность. Также видно, что пузыри воздуха пытались выйти. С одной стороны хорошо, но с другой плохо. Значит какие-то пузыри остались внутри. В роторе промежутки между магнитами залил эпоксидкой, смешанной с графитом. Магниты я клеил еще на смолу из хазмага, но правда с нормальным отвердителем. Будем надеяться, что они отлетят от центробежной силы. В принципе обороты не сильно большие будут. Игры кончились. Деталь сразу в токарный патрон. А тут уже хорошая новость. Точится такой материал просто изумительно. Ничего не откалывается, не налипает на резец и усилие резания маленькое. Сначала просто сточил пластик и немного зашел на железо с эпоксидкой. Кстати, как его называть, эпоксижел или желепоксид, можете написать в комментариях. Зазор между ротором и статором сделал 0,35 мм с каждой стороны. Теперь можно точить вверх. А вот и поры. Но, к слову сказать, пор больше внизу отливки и на внешней части. А в зубах статора их меньше. На будущее нужно отметить, что нужно с ними бороться. Тем более способы известны. Вакуум и вибрация. А пока будем считать, что характеристика нашего магнитопровода немного меньше, чем это могло быть. Осталось теперь выковырять остатки пластика. В этот раз я ничем форму не смазывал, но пластик все равно сравнительно легко отделялся. Материалы разные по твердости. Железо с эпоксидкой намного тверже пластика. Я пользовался ножом и отверткой. Просто смотрел какой-то фильм и выковыривал. Но на будущее, конечно, сделал выводы. В самом узком месте расстояние 2,8 мм. А минимальный размер фрезы, в которой концевик с таким же диаметром, что и режущая часть, это 4 мм. Такой фрезой спокойно можно обрабатывать за несколько проходов на глубину 30 мм. Это как раз длина моих заготовок. То есть в следующий раз нужно немного увеличить размеры, чтобы заливать просто кольца, а вырезать зубы и подгонять в размер уже на фрезере. Во-первых, будет намного точнее, а во-вторых, намного быстрее. Кстати, магнитится хорошо. И даже поперек держит. Хотя пятно контакта тут мизерное. Это обнадеживает. Пазы довольно большие, много меди влезет. А чем больше меди, тем меньше сопротивление и нагрев двигателя. Соответственно, мощность будет больше. Теперь можно показать, как должен работать двигатель. На роторе у нас есть магнит. Пометим их синим и красным. Сейчас 4 магнита находятся ровно напротив 4 зубов статора. Обмотки на этих зубах соединены. То есть они включаются одновременно. Таких групп обмоток на статоре 3. Их называют фазами. А остальные магниты смещены. Как правило, обмотки соединены звездой. Более подробно расскажу в следующем ролике. А пока нам достаточно знать, что при таком включении у нас одновременно включены 2 фазы. Но включены с разным направлением тока. Если зубы одной фазы становятся магнитами с южным полюсом, то зубы другой становятся магнитами с северным полюсом. И вот мы включили 2 фазы. Разноименные полюса притягиваются, одноименные отталкиваются. Ротор проворачивается до тех пор, пока другие 4 магнита не встанут ровно напротив других зубов. Тогда эта фаза отключается и включаются 2 другие. Ротор опять проворачивается и так далее. Двигатель крутится. Такое управление называется трапециидальным. Можно еще подавать на обмотки синусоидальное напряжение, но это долго объяснять. Просто при трапеции это поле крутится рывками, а при синусоиде плавно. Кстати, ротор и статор это большая часть работы по двигателю. Сделать корпус и намотать обмотки уже не так сложно. Правда, это будет уже в другой раз. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Но в конце я еще хочу исправить ошибку, которую я допустил в прошлом ролике. Вот этот кусок. Но оказывается, что выгоднее намотать катушку проводом меньшего сечения и увеличить рабочее напряжение. Тогда количество витков будет больше и чтобы получить ту же силу магнита, ток можно уменьшить. И даже несмотря на то, что сопротивление катушки увеличится, нагрев все равно будет меньше, так как сила тока у нас стоит в подрате. Электродвигатель по возможности нужно проектировать на большее напряжение, но конечно в пределах разумного. Ошибка касается именно самих формул и заполнений паза медью. Представим, что в паз у нас влез всего один виток. Пусть его сопротивление 1 Ом, а ток будет 1 А. Тогда на нем в секунду будет выделяться 1 Дж тепла. И вот мы увеличиваем напряжение в 2 раза. Теперь для той же мощности ток можно уменьшить в 2 раза и он станет 0,5 А. Но чтобы параметры двигателя остались такими же, придется увеличить количество витков вдвое. Вместо одного толстого витка будет 2 витка с сечением в 2 раза меньше. Уменьшая сечение мы увеличиваем сопротивление, но у нас еще и длина провода увеличивается вдвое. И сопротивление такой двухвитковой катушки будет уже 4 Ома. Сила тока 0,5 А, сопротивление 4 Ома. Получаем тот же 1 Дж. То есть повысить мощность при тех же оборотах, просто увеличивая напряжение и количество витков в обмотках, не получится. Теперь точно все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok